Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, я Вика, и сегодня я к вам с очередным шедевром, девчонки. Простым, элементарным, но шедевром. Ну, я считаю это платье бомба просто. Просто бомба-ракета, вот правда. Самое элементарное в исполнении, но вот эти вот завязки и пряжа дают свой эффект, очень эффектно, красиво выглядит. Ну, и понятное дело, что связать я уже не успеваю, но экспресс-мастер-класс я вам предоставляю, девчонки. Моделька несложная, конечно же, не совсем для новичков, но для девчонок, я думаю, которые вяжут на заказ, эту модель, эту возьмите в копилочку, думаю, заказчики у вас будут однозначно. Такую вещь, я думаю, каждая красивая фигурка захочет иметь у себя в гардеробе. Так, девчонки, значит, что у нас здесь? У нас здесь платьишко, которое связано трапецией. Вот я нарисовала. Вязка чулочная гладь, внизу немножечко резинка 1х1, совсем немножко, пару рядов. Здесь резинка 1х1. И вяжем трапецием. Что нам нужно? Нам нужно, в принципе, 2 мерки. Это длина платья, либо измеряете вот отсюда длину. Ну, с бретельками потом уже будете корректировать, как бы, посадку. Длина, вот смотрите, тут присобрана длина, где-то, если распустить вот эти завязки, где-то до колена. Вот, измеряйте длину до колена. И окружность груди, вот эту вот мерку. То есть, понятно, да? Сколько набираем петли? Ширину, вот смотрите, здесь я нарисовала такую достаточно большую трапецию, что не нужно, по сути. Давайте я перерисую, чтобы было понятней. Вот так вот оно выглядит. Совсем немножко эта трапеция я просто неправильно нарисовала. Значит, совсем чуть-чуть мы добавляем буквально до ширины бедер плюс там 5 сантиметров. Итак, значит, окружность, полуокружность груди плюс здесь полуокружность бедер плюс бедер плюс, допустим, 5-10 сантиметров. Больше не надо, потому что там нам нужно вот этот вот эффект сборки и нет расхлябанности. Как бы, есть свобода, нет расхлябанности, так скажу. Вот, набираем снизу, то есть, вот это мы посчитали, набираем снизу. Разницу в этих числах мы добавляем по бокам. Можно вязать в круговую, без проблем делать эти добавки. То есть, в круговую легко мы вяжем до проймы. Здесь у нас резиночка 1х1, пару рядов, буквально 4 ряда, чтобы не заворачивать. Хотя, я вам скажу, я бы эту резинку, возможно, бы и не делала, потому что вверху у нас нет никаких обвязок, ничего. У нас там все закручивается, как бы, в валики от чулочной глади. И я бы этот эффект оставила бы и внизу, чтобы оно, как бы, низ закрутился в валик. Вот, и шнурочки тут сделаны, как бы, все, как бы, этот эффект валика у нас будет проходить по всему изделию. То есть, я бы, допустим, эту резиночку не делала. Вяжем до подмышек, девчонки. Здесь у нас просто сокращение. У нас нет вот этой классической 2 проймы. Здесь немножечко скос идет. Скос идет у нас где-то в каждом лицевом ряду по одной петле. Через один раз в каждом втором ряду. То есть, в каждом лицевом. Мы делаем по 2 вместе лицевой провязываем. Здесь никакой обработки тоже. На груди оно, как бы, растягивается. Сзади это такой эффект спадающей водички. Ну, водички, получается, струящиеся такое. Тоже очень красиво, очень эффектно. То есть, если вы вяжете в круговую, здесь вы разделяете и вяжете отдельно абсолютно одинаковые 2 половинки. Далее, что нам остается? Вот такая заготовка у нас связана. Ничего, как бы, сверхъестественного. Просто легкая трапеция и скосы. Далее у нас идет бретелька. Бретелька, вот обратите внимание, у нас не, как бы, шнур этот связан, а связан кусочек лицевой чулочной гладью, который вот здесь вот заворачивается по краям. Вот. И пришит. То есть, здесь у нас пришит на всю ширину бретелька. А здесь она сужается, потому что она просто заворачивается. Вот такой вот эффект у нас и получается. Здесь она расширена, что очень удобно, потому что держит хорошо изделие. Если бы это был шнур, уже бы оно не так бы село здесь, не так бы держало. А так как это ровная полосочка чулочной глади, которая потом скрутилась, так вот хорошо получается. Далее, что у нас происходит далее? Вот это вы сделали, да, бретельку вы связали, пришили, все понятно. У нас есть вот этот вот эффект стянутости. Я сейчас нарисую боковую деталь. В общем, допустим, эта деталь разложена, да. Ну, здесь боковой, как бы, боковая, линия бокового шва. Либо, если вы вяжете две детали отдельно, то у вас здесь шов. Если вы вяжете две детали вместе, то у вас здесь линия. Потому что у вас здесь будут добавки, вы их, эту линию легко... Так, здесь я рекомендую, девчонки, взять, купить ткань трикотажную, самую тоненькую, можно искусственную, какую угодно ткань. Вот на высоту этой, как бы, обтачки, ну, на высоту этой подшивки, вот сколько у нас будет стяжка вот эта. Видите, она у нас идет где-то, чуть-чуть не доходит до линии талии, девчонки. Так что вот где-то здесь она заканчивается. Стягивается только низ, вот здесь вот. Здесь ровно. Но если мы будем вязать эту обтачку, у нас там будут лишние уплотнения. Все-таки платье летнее, нам этого не нужно. Лучше всего купить трикотажный кусочек ткани и сделать это пришить из ткани. Потоньше, конечно, поэластичнее, чтобы она тянулась в разные стороны, потому что это вязаная вещь. И нам не нужно, чтобы эта обтачка, как бы, стягивала изделие, да, чтобы она деформировала изделие. Нам нужно максимально тонкое и максимально эластичное, чтобы она не сковывала в движении это платье. И вот такую вот мы выкраиваем ширина, там где-то 7 сантиметров. И пришиваем. Вот у нас идет вот такая вот строчка. То есть мы эту тканюшку пришиваем. Здесь у нас по центру расположен этот шов. Далее, что мы делаем? Мы отступаем. Здесь у нас где-то будет по краешку 0,5 сантиметров, да, и тут осталось 6 сантиметров, да. Здесь 0,5 у нас припуск на шов. Это я жирным нарисовала шов. Здесь 0,5. По центру у нас осталось 6 сантиметров, из которых мы 1,5 сантиметра делаем вот эту строчку и 1,5. И по центру у нас остается 3 сантиметра. Здесь 1,5. То есть вот мы шьем эти 1,5. Шьем, шьем, шьем. Не дошиваем до конца. Где-то 2 сантиметра. Можно 2,5. Мы поворачиваемся. Прошиваем сюда, не дошивая 1,5 сантиметра. И возвращаемся. То есть у нас вот этот туннель получается как бы открыт. Вот он. Здесь у нас нигде нет преград. То есть вот таким вот образом. Я сейчас зарисую, чтобы вам было понятно, как у нас это происходит. То есть вот такой вот прямоугольник у нас обшит. И побольше прямоугольник. И получается, что мы можем продеть шнур. И вот так вот вернуться. Так, что касается шнура. Шнур связан на двух спицах из 4 петель, допустим. И вяжем мы его длину. Вот сколько у нас здесь длина. Плюс здесь. И плюс на висюльке где-то сантиметров 40. Все равно оно стянется и добавится. Вот таким вот образом мы продеваем вот эти вот шнурки. Тут единственная особенность и трудность в этих шнурках. Но если сомневаетесь в своих силах, девчонки, можно, конечно, это связать. Ну, зачем нам уплотнение, правильно? Отнесите батарею, пусть вам это прищут. И все. А платье свяжите. Свяжите, потому что очень классные, девчоночки. Все. На сегодня все. С вами была Вика Школа Рукоделия. Всем пока-пока. С вами была Вика Школа Рукоделия.